Валюта, однако, ведет себя несколько иначе, поэтому я всем советую продавать. А теперь мы перейдем к следующему. У каждого свой способ управления финансами. Найти для вас подходящий – наша задача. Финал. И что все-таки происходит и будет происходить на рынке драгоценных металлов? Об этом мы спросим у нашего финансового эксперта Руслана Валиева, руководителя уфимского подразделения инвестиционной компании «Финам». Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Альбина. Как всегда, приставку сделаю, что рада видеть вас в нашей студии. И сегодня наша тема – это рынок драгоценных металлов. Вообще, вот ходят слухи, или, может быть, это утверждение, что для того, чтобы золото повышалось в цене, или хотя бы не падало, необходимы какие-то международные конфликты, войны, кризисы. И того, и другого, и третьего, в принципе, на мировой арене достаточно. А золото как-то, знаете, особо не растет. Объясните, пожалуйста, с чем это связано, и вообще, какова роль золота сегодня? Во-первых, соглашусь с тем, что цена золота сильно очень подвержена влиянию различных явлений глобальных, таких как войны, экономические катаклизмы. Но не соглашусь, наверное, с тем, что цена на золото не растет. Она не растет относительно тех максимумов, которые мы видели по результатам, в кавычках, деятельности кризиса 2008 года. Если копнуть историю, то буквально перед 2008 годом у нас цена золота находилась на отметке 400-500 долларов за тройскую унсуль, то есть за 30 грамм. И к этой отметке причем цена двигалась довольно-таки долго. Начиная с 2000 по 2008 год цена золота удвоилась, но это удвоение было в долларовом выражении небольшим относительно. То, что мы увидели с 2008 по 2013 год, даже по 2012, цена долларов превзошла 1000, 1500, доходила до 1800 долларов за унцию. Это, ну, в общем-то, очень сильный всплеск, который в любом случае должен был смениться коррекцией. И на сегодняшний день мы видим около 1150, насколько я помню, стоимость. Эта стоимость не низкая, на мой взгляд, она довольно-таки высокая. Опять-таки, если сравнивать с тем, что было во воззримом прошлом. Если смотреть буквально 100-летний отрезок человеческой истории, ну, так дорого золото стоило, ну, вот, опять-таки, лишь в небольшом отрезке после 2008 года. Когда мировой кризис привел к тому, что большое количество инвесторов вкладывались в этот драгоценный металл, как в тихую гавань. То есть, в условиях, когда фондовые рынки мировые лихорадила, прежде всего американские, в условиях, когда банковская система испытывала трудности, конечно же, золото покупалось активно. Сейчас в странах Запада в плане стабильности все хорошо. Более того, экономические показатели бьют рекорды, фондовые индексы также бьют рекорды. Буквально есть, даже если неделю не следить за котировками, например, в Америке, да, и посмотреть спустя 7 дней, что там происходит, можно убедиться в том, что за последнюю неделю были очередные рекорды по индексу, например, NASDAQ. Это высокотехнологичный индекс, который объединяет в себя акции крупнейших, скажем так, инновационных компаний. То есть, высокотехнологичные производства все объединены в этот индекс. Это естественный процесс или все-таки, опять же, спекуляция? Я думаю, что все-таки объективные причины тому виной в данном случае, потому что продажи высокотехнологичной продукции, они очень растут. Более того, сейчас в последние года-два активно в этот процесс включились так называемые страны третьего мира. То есть, огромное население Китая, огромное население Индии и других стран активно стали, скажем так, участниками этого рынка. То есть, покупают мобильные телефоны, переходят на смартфоны и так далее. Все это влияет. Спрос есть, соответственно, есть рост, и это неспроста. Поэтому, если все-таки возвращаться к вопросу, мы говорили о золоте. Нынешний уровень цен, на мой взгляд, вполне объективный. Бурного роста, наверное, в ближайшей перспективе полугода-года мы ждать не можем. Да, конечно, колебания будут иметь место. Это позволяет активным трейдерам на этом зарабатывать. Ну а тем, кто вложился всерьез и надолго, это, наверное, отдельная история. Спасибо большое за ответ на вопрос такой развернутый. Но у нас есть еще о чем поговорить. Прежде давайте посмотрим сюжет от моих коллег и затем продолжим беседу. Говорят, золото всегда будет в цене. Покупка драгоценного металла расценивается как один из способов вложения денег. Но так ли это на самом деле, если говорить о длительных периодах вложений? С начала нового тысячелетия тройская унция торговалась в пределах 300-450 долларов. Так было до 2005 года. Тогда на фоне растущих цен на нефть и ослабление доллара ювелиры начали массовую скупку золота, что вызвало его удорожание. Начиная с 2006 года стоимость драгметалла стабильно росла с некоторыми корректировками. В период кризиса 2008 года цена за унцию упала почти на 200 пунктов – с 926 до 750 долларов. Однако довольно скоро ситуация стабилизировалась, и цены снова устремились вверх, достигнув своего пика в 1771 доллар к сентябрю 2011 года. Спустя три года на сегодня золото снова ослабило свои позиции и торгуется в районе 1158 долларов за унцию. Какова ситуация сейчас на рынке и какую тенденцию покажет драгоценный металл в скором времени – узнаем у нашего эксперта. Руслан, ну вот вы буквально перед сюжетом практически полностью, но, слава богу, коротко ответили на все вопросы, которые я подготовила. И сейчас хотелось бы услышать от вас более распространенную, более подробную рассказ об этом. Скажите, пожалуйста, раньше золото считалось довольно стабильной инвестицией, эффективной. То есть люди, которые вкладывались в золото, спокойно себя чувствовали на протяжении пятилетий как минимум. А что сейчас? Оно по-прежнему удерживает свои позиции? Или все-таки риски уже увеличились? В плане надежности, в долгосрочной перспективе драгоценные металлы, золото в том числе, конечно же, сохраняют свои умеренные позиции. Вот то, что мы до этого обсуждали, я, наверное, все-таки сделал акцент на том, что можно ли заработать за короткий период, купив драгоценный металл. Это иногда возможно сделать, как мы видели, опять-таки, после кризиса восьмого года, золото у нас дорожало. А если говорить о золоте как о убежище финансовом, тогда, конечно же, в любой ситуации оно имеет право находиться, скажем так, в инвестиционном портфеле того или иного человека. Причем, неважно в каком виде, покупает ли человек физическое золото, вкладывается ли он в инвестиционные монеты, может быть, или приобретает контракты, так называемые виртуальные контракты с помощью биржевых площадок. В любом случае, обвала, скажем так, и ликвидации, что ли, этого рынка мы ждать ни в коем случае не можем, потому что всякий раз, как я уже сегодня упомянул, когда происходит кризис, большая часть инвесторов бегут в тихую гавань в виде драгоценных металлов. То есть, так сложилось, причем уже даже не в последние сто лет, когда активно работает биржевая торговля, так было довольно-таки давно. Ну, мы знаем из истории. Вот еще мнение. Некоторые эксперты считают, что к 2020 году серебро вырастет в разы и примерно приблизится к стоимости золота. Связано это якобы с тем, что серебро активно используют в промышленности, в машиностроении, ну и в других каких-то отраслях, как это правильно сказать, отраслях производства. И с тем, что к 2020 году как раз закончатся резервы серебра, которые были пополнены в течение каких-то некоторых лет тому назад. Скажите, пожалуйста, вы согласны с этим? Действительно ли у серебра такая большая перспектива и такое светлое будущее? Ну, насколько я знаю, действительно серебро активно используется в производстве тех же самых мобильных телефонов, да? Соответственно, если возникнет дефицит, то рост цены неизбежен. Это разумеется. То есть, цена у нас растет на все, что угодно. Мы знаем, даже там на гречку в магазине она у нас повышается, если возникает дефицит. Вопрос в том, какова природа этого дефицита, почему он возникает. В случае с гречкой мы понимаем, что здесь отдельная история, да? То есть, это какие-то спекулятивные дела, дела картельных сговоров. А если мы говорим о серебре, то, конечно же, здесь надо рынок подробнее изучать, смотреть, насколько у нас идет разработка новых месторождений, есть ли они вообще, каковы их запасы. Потому что все-таки часть металла, которая используется в производстве, она, ну, в общем, в переработку не поступает. То есть, теряется вместе с отработанными товарами быта и народного потребления. Соответственно, если это так действительно происходит, то я не удивлюсь, если в определенной перспективе цена вырастет. И не потому, что этот металл окажется столь же привлекательным в плане ювелирного производства, ни в коем случае. То есть, речь именно о том, что может возникнуть дефицит. А если необходимость в производстве есть, то заменить его особо будет нечем. Другое дело, если химики придумают способы надежные, как синтезировать. Но, опять-таки, это уже из области научной фантастики. Ну, почему? Любая научная фантастика рано или поздно становится реальностью. Вообще да, конечно. Еще вопрос. Вот как по-вашему, что будет в ближайшее время с золотом и серебром? В ближайшее время я имею в виду такой, ну, по меркам экономики, наверное, краткосрочный период. Это полгода, год, полтора года. Как по-вашему, какие движения будут наблюдаться? Значит, поскольку каких-либо первичных признаков того, что экономика крупнейших государств мира должна замедлиться, мы не видим. Соответственно, и роста котировок драгоценных металлов в ближайшей перспективе, о которой мы говорим, полгода, год, наверное, ждать не будем. То есть, опять же, я повторюсь, вот этот коридор колебаний, 1100-1500 долларов за тройскую унцию, это такой относительно для нынешнего времени небольшой коридор. Как я уже говорил, если 10 лет назад разброс там в 100 за унцию, это казалось просто немыслимой, там, обвалом можно, это могло называться, или там бурным ростом, ралли. Сейчас это в пределах такой вот, ну, спекулятивной деятельности, скажем, да. То есть, какой-то краткосрочный рост меняется краткосрочной коррекцией, 1000-1500, вот, в принципе, то, что мы и наблюдаем в последние два года. Глобальных изменений я не вижу, но, опять же, объективных причин этому просто нет. А вот сейчас сразу родился вопрос, вы говорили, что буквально не так давно золото стоило там 1800-1900, да. Скажите, пожалуйста, а какие условия поспособствовали этому, такой высокой стоимости? Значит, напомню, именно восьмой год, когда в Америке начался мировой финансовый кризис, начали лопаться, будем так говорить, банки, да, известная история в октябре восьмого года с Лимон Бразерс, потом, значит, страховые компании себя почувствовали плохо, акции прочих фирм на Нью-Йоркской бирже начали дешевить. А вот, смотрите, да, это понятно, кризис, да, обусловил. Ну, а вот в России кризис, в России очень тяжело сейчас, да, как бы, а почему золото-то не растет? Ну, опять же, мы говорим о цене на мировом рынке, все-таки, поскольку... Неужели мы не играем большой роли на мировом рынке? К сожалению, нет, к сожалению, нет. Правда? То есть объем нашей экономики катастрофически небольшой. Ну, скажем, объем экономики одного города Нью-Йорка, он, ну, сопоставим с экономикой России в целом. Да, не радует. Вот, поэтому, к сожалению, это так. И по населению наша страна не самая большая в мире, скажем так, и по влиянию на экономику мировую тоже, к сожалению, так. То есть мы влияем на рынок энергоносителей, это факт. То есть действительно очень большую долю, ну, опять же, относительно большую, там около 27% мировой добычи приходится на нас. Но в остальных сферах, к сожалению, такая ситуация. Насколько я знаю. Если бы мы жили изолированы, может быть, наш кризис бы внутри страны влиял бы на рост золота, потому что, ну, люди, скажем так, перекладывались бы лишь внутри страны из акций в драгоценные металлы. Но все-таки мы пока интегрированы, в общем-то, мы и планируем жить именно в этом режиме. Поэтому внутренние цены мы, к счастью, наверное, на сегодняшний день не видим. У нас цена общая. Ну, насколько я знаю, Россия, по-моему, на втором месте по добыче золота, в свою очередь, да? Полезных ископаемых, слава богу, достаточно, да, в том числе золото. Ну, странно, какой-то парадокс, честно говоря, понимаете. Добыча есть, а влияния на рынок нет. Не укладывается у меня в голове, честно говоря. Есть вещи, которые напрямую от добычи, скажем, не зависят. Опять же, возвращусь к примеру с продуктами питания. Да, вот если гречка у нас уродилась, скажем так, это влияет на текущую цену и, скажем, на ближайший сезон будет влиять. А золото – это все-таки мировой актив. В общем-то, да, если цена на золото растет в мире, то добытчикам внутри России хорошо. И бюджету хорошо, там, налоги и прочее. Вот, но влиять какими-то вбросами, да, или, как это принято у нефтяников, какими-то увеличениями лимитов мы не можем. Все-таки не такой объем большой. Ну, и последний, более прикладной, актуальный вопрос в плане золота. Скажите, пожалуйста, вот ваш совет по способам инвестирования в золото и серебро. Я имею в виду, в какой форме сейчас покупать золото, да, людям со средним достатком, может быть, ниже среднего достатка. То есть, какие возможности сейчас предлагает биржа? Ну, биржа – это как раз-таки одна из возможностей для инвестирования в золото. То есть, если начать с простых и более-менее известных способов, это визит в банк, и где человек может приобрести, начиная от там золотых слитков, которые, кстати говоря, нужно где-то хранить, да, это вопрос затрат. Ячейки, видимо. Да, например. И плюс надо будет заплатить налог на добавленную стоимость государству. То есть, 18% сразу, ну, получается своего рода убыток. Можно купить инвестиционные монеты, если верить в то, что их стоимость будет только расти, не только потому, что золото будет расти, но еще и ценность самой монеты будет увеличиваться с точки зрения коллекционеров. Можно купить, инвестировать, точнее, в обезличенные металлические счета. Также это банковская услуга, и она зависит от того, точнее, успех этой услуги зависит от того, насколько устойчивым является тот или иной банк. Вот. Потому что физическое золото в этом случае инвестор не приобретает. Также можно приобретать золото в виде контрактов на бирже. Этот способ наиболее выгодный с точки зрения того, что и сдержки здесь будут минимальными. То есть, никаких налогов. Минимальная брокерская комиссия там взимается от оборота, ну, предположим, 0,03% от суммы сделки. Вот. И при этом возможность наиболее быстро продать и купить. Вот. Чем биржа отличается от других мест? Мы о ней уже много раз говорили. В плане валюты, прежде всего, да? Вот доллары у нас дорожали в последнее время. Так вот, и золото тоже самое. Буквально за долю секунды можно принять решение о покупке, совершить покупку и через час буквально уже продать. Но если мы говорим о человеке, который не посвящен в эту тему, а хочет инвестировать, то в этом случае, опять же, мы возвращаемся к стратегиям, о которых мы неоднократно говорили. Одна из популярных стратегий называется «нефть, золото, валюта, акции». То есть в название стратегии включено как раз золото. И на тех участках пути, скажем так, рыночного, когда золото дорожает, наш управляющий покупает в портфель контракт на золото. Это когда происходит, кстати говоря, если в последние годы взять? Золото у нас дорожает, когда у нас падают акции. Вот. Как правило, золото дорожает вместе с долларом, а акции дорожают вместе с нефтью, если взять Россию. Поэтому в этом портфеле обычно находится либо нефть вместе с акциями российскими, либо золото вместе с долларом. И в любой момент времени, если посмотреть историю, что-то идет вверх. Соответственно, стратегия отличается тем, что она исключительно прибыльная ежегодно. То есть если взять историю с 2007 года, а были периоды разные, седьмой год успешный, восьмой там кризис, девятый, десятый, очень успешные посткризисные годы. Так вот, из года в год стратегия в прибыли. Поэтому здесь, опять же, я не изобретая велосипед, рекомендую обратиться к специалистам компании «Финам». Ну что ж, Руслан, спасибо огромное. Я уверена, что многие уфимцы уже давно сделали для себя вывод, куда обращаться и где инвестировать. А я хочу предложить вам в следующей программе поговорить как раз об одной из составляющих вашей стратегии, о нефти, в том числе как о главном индикаторе уровня жизни россиян. Поэтому жду вас на следующей неделе и до встречи. До свидания. Напомню, что в студии был наш постоянный финансовый консультант Руслан Валиев, руководитель уфимского подразделения инвестиционной компании «Финам». В следующей программе мы поговорим о пока еще одном из главных индикаторов уровня жизни в Российской Федерации, как я уже говорила, ценах на нефть и их перспективах. С вами была программа «Эксперт». Увидимся на следующей неделе. До встречи. Можно ли получить широкий спектр финансовых услуг высокого качества в одном месте? Лидер инвестиционного рынка России компания «Финам» уже более 20 лет отвечает «да, можно». Многие жители Уфы уже привыкли к тому, что с помощью «Финама» можно выгодно и быстро совершать куплю-продажу акций как российских, так и зарубежных компаний, инвестировать в государственные ценные бумаги и фонды. Сегодня всем желающим доступны сделки с иностранной валютой по биржевой в выгодной цене, минуя обменные пункты банков. Также «Финам» реализует высоконадежные структурные продукты для уверенного приумножения капитала, обслуживает и кредитует как физических, так и юридических лиц. Для повышения финансовой грамотности населения компания исповедует социально ориентированную программу обучения с применением передовых технологий преподавания. Добро пожаловать в финансовый супермаркет «Финам».